Друзья, всем привет! С вами Сергей и сегодня тема нашего обсуждения это банкротство физических лиц 127 федеральный закон. Он говорит о том, что каждый человек на протяжении всей своей жизни раз в пять лет может подать на процедуру банкротства. Но есть свои нюансы. Мы рассмотрим разные варианты, куда лучше обратиться, как подать, правильно следовать инструкциям. И расскажу всякие нюансы, плюсы и минусы. Вы узнаете сегодня, на сегодняшний день, как же лучше выйти из всех ситуаций, в которых человек накопил кредиты, у них очень много долгов. И самое главное, чтобы все имущество еще сохранилось. Вот здесь самые понятные моменты будут о том, что стоит ли вообще подаваться на эту процедуру. Опасная она, потому что у нас весь интернет кипишит, вот этими вы подадите на банкротство, вы сохраните все имущество, давайте спишем долги. Ребята, ну вы прежде чем приступать к какой-либо процедуре, вы должны все просто взвесить своими руками, пролистать весь интернет, почитать. Я понимаю, что ваш ум забит о том, что ваши звони постоянно угрожают, коллекторы. Третье-десятое, ну поймите, в какое-либо вы попадаете дело, вы всегда должны почитать о любом деле, как это сделать правильно. Не нарваться ли на кого-нибудь. И в таком духе. Поэтому есть два варианта. Первый вариант это пойти через компанию, либо второй вариант это поддаться напрямую через орбитажного управляющего, либо это сделать самим, если вы знаете, как вообще это все происходит, процедура. Рассмотрим три варианта. Первый вариант. Это компании, которые каждый день нам звонят и предлагают наши услуги о том, чтобы вы проявили свои, как бы, искренние чувства. К сожалению, вам менеджер посочувствовал. Там Василий Петя. Я понимаю, у вас происходит такая серьезная штука. Он проводит по вам все критерии, и что у вас сейчас на данный момент происходит. Узнает, сколько долгов, либо в собственности имеется дополнительная собственность машина. И приглашает вас на что? На бесплатные консультации. А для чего это делать? Да чтобы вы пришли, послушали и вам рассказали, выложите бабки на стол, мы за вас все сделаем. Я вам чуть позже расскажу. Сейчас я вам покажу на примере, какие компании, в принципе, у нас в интернете есть. Их очень много, и человек сам должен выбрать, к кому обратиться все-таки, ребята. Поэтому я сейчас вам покажу, а потом дальше мы продолжим беседу о вот этих возможностях, выхода из данной ситуации. Смотрите, вот, друзья, в принципе, если вот наберете в поисковой строке банкротства физических лиц, и у вас появляется прям целый-целый-целый список. Естественно, кто там рекламу платит, тот больше, естественно, получает своих консультаций. Вот они все пишут, там 45, кто-то 100 тысяч, 120, 770 и так далее. Вот вы попадаете на сайт, без разницы, какой-то либо компании, там, не знаю, вот сейчас пройдем, заполняете список, кто вы пенсионер, что работает официально, неофициально, имущество, это делается для того, чтобы можно ли ваше имущество сохранить? Нет. Ну, как правило, если вы хотели подать с имуществом, у вас должно быть только одно, которое компания вам обещает, то, что вы сохраните данное имущество, ну, как правило, убирает на что мало. Ну, вот, количество кредитов, займ, общую сумму и ваш контактный номер. Как правило, вот эти все компании, они звонят вам в течение, там, 10 минут, если у вас компания достаточно большая. Ну, вот, то же самое, в принципе, здесь вообще простая форма, имя, фамилия, там, контактный номер телефона, там, рассрочку дает, видите, как все красиво, в принципе, любая компания просто вас завлечет. Да, я не знаю, можно, хотите, давайте, там, не знаю, третью откроем, вот, пожалуйста, там, открываем, что-то, вот, вот, пожалуйста, опять же, здесь все, опять же, бесплатная консультация для людей, как бы, обращайтесь с ребят, там, вам все расскажут. Смотрели, а вот, компании, вообще, по Москве, я не знаю, там, даже по России, наверное, их очень много, но у каждой компании важно завлечь вас. Вы заполнили вот эту всю формулировку, все имущество и так далее. Дальше звонит менеджер, и у вас начинает весь опрос производить, там, рассказывать, допрашивать, что действительно вы обращались в эту компанию, а действительно у вас есть столько-то. И, естественно, у вас возникает вопрос, а сколько же это стоит? Да, ребята, вас пригласят на бесплатную, но, как правило, это не юристы, это обычные менеджеры. И в этих, во всех компаниях, как правило, большинство 99, там, не знаю, может, 90, не говорю что, просто работают люди без юридического какого-то образования, а просто продают свои услуги. Почему я это знаю? Да я сам работал, у меня не было юридическое образование, я проработал в этой шляпе 3 месяца, и я скажу, ребят, просто, просто срань сранью. Никогда не ходите в эти компании, работайте, просто вы потеряете много времени. Нет, естественно, если вы выполняете план, там, может быть, вам платят. Но я не говорю обо всех компаниях. Это будет чуть позже, я расскажу, как вообще процесс работы там происходил, посмотрите. А тему дальше мы продолжим в процессе. Ну вот, то есть человек вас позвал, пригласил, вы вроде так думаете, ну, блин, почему бы нет, не сходи, да? И ну, вы такой, ну, ладно, ладно, типа назначает менеджера на встречу, а вы приходите, и начинается вот самое интересное, когда происходит навстречек в кабинете офиса, и вы думаете, вот, сейчас меня бесплатно обанкротят, а не то, что было. Ну, естественно, вы садитесь к менеджеру на стол, в определенное время вы приходите, он назначает, вам угощает, может, кто-то кофе, чай, там, все как в офисе, как обычно делают. У кого-то вкусняшки бывают, ну, как правило, обычно бывают офисы, могут быть и пустыми, ничего такого нет, а один кулер стоит какой-то, скажет, и то водички там дадут. Хотя в каждом офисе должны какие-то кофемашины, ну, в принципе, логично даже нормально прилагать. Ну, и что, в итоге, вы садитесь, опрос ваш опрашивают, действительно, опять повторяют вам, такие-то, такие-то их были у вас, да-да-да, что, подходит итогу. Ну, там, если человек, допустим, да, давайте начнем с простого, у человека нет никакого имущества дополнительного, у него кредиты там начинают от полмиллиона и выше, у кого-то меньше, там, 300 тысяч, и тут ему называют, вы отлично подходите под эту процедуру, мы вам моментально все это сделаем, но вам нужно заплатить при этом 150 тысяч сверху. Да вы не сомневаетесь, там, Галина Петровна, Игорь, там, да мы вам сделаем все, главное заплатите. Но если даже у вас нет денег, у вас есть замечательная возможность воспользоваться рассрочкой. которые вы будете развивать на ближайший, там, год по 10 тысяч платить, а у некоторых компаний их может быть и выше стоять сумму денег, когда вообще сумму банкротства можно обойти вообще трем месяцем и вас обанкротят. Но это простая процедура, если у вас нет никакого дополнительного имущества, и вы сможете смело подать на это, и компанию вы просто подарите там сверху 100 тысяч, хотя вообще вся процедура занимает максимум, это 50 тысяч рублей. Просто, ну, как бы, если кто не знает, вы напрямую обращаетесь к арбитражному управляющему, у вас за три месяца там обанкротят смело. Ну, многие люди боятся, а как правило в этих компаниях, вообще менеджеры, существуют там даже те же самые юристы, как правило, просто успокоить людей о том, что «Домовари ван ван собираем документы», хотя вы еще за документы заплатите, там, за сбор, некоторые компании берут там сверху 10, ну, кто-то, может быть, там уже заложенную сумму кто-то, вот, они просто собирают ваши документы в течение года, и вас просто как психологи успокаивают. Марина, да вы не переживаете, у вас все отлично, вам просто контактируют в эти компании обычным языком, чтобы вы просто не переживали, делают там психологические воздействия, установить приложение, чтобы вас не беспокоили психу, ну, эти коллекторы, кто, хотя коллекторы, в принципе, вам ничего не обязаны, ничего не сделают, просто они угрожают. Как правило, вот эти компании, которые вам приглашают, заблокируйте эти, черный список кинете, они все равно будут вам звонить с разных номеров. Да, есть приложение очень, GetContact, там, в принципе, когда чужой человек звонит, вам спокойно можно определить ненавязчивые звонки и просто закрыть глаза на тех, кто вам звонит, и вы сразу понимаете, что лучше не стоит. Там просто все, запомните, GetContact поможет вам в любом деле, и чтобы не общаться ни с кем, вы не хотите просто сказать, блин, ну нафиг. Но он сразу свечит. Очень полезное приложение, ребят, вам. Ну что, в итоге вам предлагают решение соглашаться, либо нет. А что происходит? Если вы даже соглашаетесь, в какой-то момент вы платите рассрочку. На третий месяц подходит то, каждый месяц 10 тысяч, 10 тысяч. Но вам же все равно продолжают звонить. А вы же понимаете, что вам, типа, а у вас думаете, мысли такие, блин, а мое же дело идет, идет. А почему мне звонят? А почему мне звонят? Потому что, ребята, я же говорю, они работают психологами. Вас упокоит, что не переживайте, у вас все будет, все окей. Все окей. Да, ребята, на четвертый месяц, это, как правило, первый месяц, если вы пошли на арбитражную прям напрямую, заплатили ему там 50 тысяч, и все в комиссии он вас просто подвел через три месяца в банкротство. Платите на третий месяц, даже на четвертый уже арбитражному управляющему, которому нужно заплатить, можно было с первого месяца, и не платить никакой компании сверху 100 тысяч, кто-то 200, кто-то 300. 50 тысяч рублей, заполните, 50, это стоит услуга примерно, это госпошлины и так далее. Причем сбор документов, вы можете все сами собрать, там ничего не нужно. Элементарно пойти в МФЦ, подать заявление, и все, все. А если вы узнаете, почитаете, как это все сделать, вообще можно, в принципе, только госпошлины заплатить, там вообще, там, может, копейки у вас выйдут. Вот. В итоге вам собрали документы, там, заплатили. Дальше что происходит? У вас подается на суд. Первые три месяца идет досудебный период. Это как компании все обещают, до суда у вас будет, третий месяц у вас будет судебная процедура. На суд выходит, вас обанкротят, через три месяца, вы считаете, банкрот, а вы платите компанией, естественно, еще сверху деньги. Вы уже, в принципе, через три, вот эти шесть месяцев, уже, в принципе, банкрот, вам просто дадут, якобы, выписку, там, через год, когда вы заплатите им всю сумму. Поэтому как-то так, ребят, всю сумму где-то, люди берут там, 150 тысяч, вы заплатите. Поэтому. Мое право, я скажу, что, если вы не боитесь и найдите верного человека, который может сделать за вас процедуру, и это будет арбитражно, вы все заплатите, 50 тысяч. Не надо никому обращаться. Вот эти компании, они просто на вас заживаются. Просто вы переживаете, потому что вы боитесь. Да, я согласен. Нужно еще найти правильных людей, которые вас не обманули. Да и компании могут обмануться, и просто скажут, блин, забьют, и все, ничего не будут. Уже сколько людей проходило, и потом многие люди я уже не доверяю этой компании, потому что они портят процедуру другим компаниям. И потом тяжело человеку вот об этом рассказать, что, слушай, друг, ну, все будет, все будет окей. Вот такие моменты есть. Каждый выбирает либо это через компанию, либо напрямую к арбитражному пойти, либо вообще просто взять, и если вы знаете, как это все сделать, буквально там 3 месяца, вы сами там заплатите копейки, и обанкротить себя у вас по-своему. Какие нюансы все-таки? Вот, да, вот всем вроде как в кратности я вам рассказал, что вообще происходит. И я дойду дело до того, что имущество. Все-таки возникнет вопрос тоже с имуществом. А как быть? А как это? А куда она денется? Смотрите, по поводу имущества. И что человек не сможет делать в течение последующих лет, когда выходит из процедуры банкротства. В течение 5 лет он не сможет занимать никакие должности, открывать на себя индивидуального предпринимателя. Ну, естественно, обанкротиться в течение 5 лет он так же не может. Ну, и есть тонкости с выездом за границу. Это тоже, может быть, какие-то роли сыграет. Ну, это как пятно. Вы, по сути, так же в тюрьму съели и у вас пятно вы не сможете на нормальную работу устроить. Это вот, в принципе, практически похоже. Ну, это разные вещи, тюрьма, это вообще несопоставимо. Но, тоже пятно на всю жизнь. По поводу имущества. Когда компании говорят, что ваши имущества сохранят, никогда не верьте. У вас должно быть единственное жилье, которое вы не сможете потерять. И второй момент. Если это, например, машина, она как такси не приносит дополнительного, приносит вам дополнительный уход, они, да, они не могут вообще лишить. Это, в принципе, вот физически. А все, что остальное, там, не знаю, дача, земля, нас, помимо одной собственности, вы 100% потеряет. Никогда не верьте, не соглашайтесь. Компания, когда вам предлагают и говорят, вы 100% сохраните ваше имущество, никогда не под какие цели не соглашают, не сохранят вам имущество. Они будут высказывать, упрашивать, да вы поверьте, а потом ваше имущество куда же выставить на процедуру аукциона среди участников разыграете, а потом вашу просто вот это земля и имущество просто достанется за копейки, там, не знаю, может 30% разницы от стоимости, а вот все, что остальное, там, она продастся, там, за 300 тысяч, они пойдут в счет погашения долга. Поэтому вот такой момент, что никогда вы прежде, чем подаваться, вы все узнаете, подумайте тысячи раз, а если у вас имущество, то проще может быть вам самим это имущество продать, а если даже вы скрыли и вы скажете у вас нет имущества, вы должны предоставить справки, а еще такой момент, вы продали до банкротства, у вас будет, вот, допустим, там, сумма машины, там, квартира, продали на полмиллиона, вы должны предоставить все справки в течение трех лет сделали, куда вы это потратили, это тоже вам потребуется для процедуры банкротства, если вы в браке, все вот эти имущества, допустим, тоже, как бы, жена может потерять, потому что вы же подаете, а у вас же собственность, это уже семейная нажито, это тоже, по поводу ипотеки, если у вас есть ипотека, и вы вдруг решили тоже податься на банкротство, здесь такой момент, что вы в любом случае потеряете, и вы никак не отыграете эту ипотечную квартиру, просто, ну, здесь такой момент, вы можете поставить на мое верное решение, это рефинансирование, просто сделайте, уменьшите нагрузку на платеж, и все, это основное, которое, в принципе, вы сможете делать, все, что ипотеки, кредитные машины, вы не сможете никак в любом случае податься на процедуру банкротства, потому что у вас есть залоговое имущество, это вы ни в каком случае, ни в каком, если компания, которая начинает вас говорить, да мы сможем вам избавить от этих проблем, если у вас кредиты, ипотеки, и все остальное, не соглашайтесь, 100% вы потеряете, да, в принципе, большую компанию не возьмутся за эти дела, потому что, ну, они сами понимают, ну, что бессмысленно с вами как бы работать по этой схеме, потому что, ну, 100% вы просто останетесь без имущества, а потом будете плакать, ой, какие же компании, фиговые, и так далее, поэтому, вот такие, и последнее, что я сегодня хотел, потом еще заключение я сделаю, откуда я вот это все знаю, я не работал, я работал в юридической компании, не буду рассказывать какой, проработал там 3-4 месяца, о чем, что, в принципе, я могу небольшой опыт там получил, да, понравилось что-то общего, но я бы не стал бы никому не советовать там работать, потому что, ну, говно работать, честно, ребят, они обещают многого, вы приезжаете на вот эти собеседования, вам прилагают там 30 тысяч оклад, но при этом вы еще должны заключить буквально там 10 договоров, а то и 15, да, это может быть и некоторые, как знаете, получают там, да, свои там, может быть, 100 тысяч, но вам заключить, если вы один договор не добираете, вы ничего не получаете, а, у меня там пришел, обучили, дали скрипт, вот, типа, учи, ты профессиональный юрист, самое, что интересно, знаете, когда изучаете, даже по скрипту, у вас столько там тонкостей, вы должны еще, помимо всего, все равно должны какие-то законы изучить, какие-то тонкости, какие-то это, я, вот в этих компаниях, я говорю, я не юрист, мне это вообще нафиг не нужно, я менеджер, который просто может продать по скрипту, вообще мне, у вас есть юристы, которые могут вам это все рассказать, это дальше дело юриста, заставят учить, вы просидите 3 месяца, у вас что-то не получится, ребята, если не получается первый месяц, два, что-то, как-то выполнить, план, не засидывайте, просто валите из этих компаний, юридически, вы просто потеряете время, лучше пойти какие-нибудь, не знаю, блин, даже перепродажи машин, заниматься, и то вам будет интереснее, вы с продажей, там машин заработаете больше, чем вы просидите в этих, в банкротстве, возьмите 2-3 машины, там, не знаю, жигули, с каждого по 10 тысяч, поимеете, вот уже вам с 5 машин, купили по 20, продали по 30, купили по 40, продали по 60, вот, у вас 5 машин берете, месяц, у вас 50 тысяч, спокойно, но вы при этом свободны, вы живете свободно, и никогда вам, никто вам мозги не будет делать, вам будут говорить, планы, 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 почему-то так фигово, друзья, нет, эта тема вообще другая, я не буду затрагивать вообще, процедуру, там, каких-то, как правильно работать, судить вам, поэтому вывод такой, ребята, прежде чем к какому-то решению приступать, подумайте тысячу раз, как правильно, не обманут ли вас, не сделают вам плохих вещей, а как можно сэкономить, и не заплатить в 3 раза, когда вы придете в какую-то компанию, как я уже говорил, там заплатите 150 тысяч, зачем платить сверху 100 тысяч, когда вы можете смело поинтересоваться, если у вас есть хорошие люди, товарищи, но если уж нету, к кому обратиться, конечно, здесь уже, ну не знаю, почитайте интернете, ютуб, блин, ютуб вообще просто раскрытый, вам все карты дают, изучайте, ребят, читайте, информируйте, возможности море, вы просто сами захотите этого, поэтому, делайте правильный выбор, и не задумывайтесь о том, что вас могут обмануть, но проверяйте всегда, и проверенных людьми, чтобы с вами работал, обмануть всегда вас могут, а вот сделать правильный выбор, не каждый сможет, всем приятного было посмотрим, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, спасибо всем, спасибо всем, спасибо всем,